Почему украинские журналисты проиграли французам? Матч Украина-Франция уже войдет в историю Евро-Чемпионата. Гроза и сильнейший дождь. На пятой минуте прервали игру на Донбасс-арене. Стихия бушевала полчаса. Матч возобновили почти сразу после непогоды. Сколько болельщиков осталось на трибунах, спросим у Виктории Чистюхиной. Сейчас стадион заполнен. Болельщики не разошлись, они остаются болеть за свои сборные. Нужно сказать, что сегодня прогнозы синоптиков как нельзя точно оправдались. Сегодня была информация, что именно во время матча сборных Украины и Франции пойдет дождь. Дождь действительно пошел, но он был настолько сильным. Повторюсь, что пришлось на час сделать перерыв на стадионе. Но болельщики не расходились, они продолжали оставаться на своих трибунах. Некоторые заходили в зоны, где дождь шел менее, а некоторые оставались на своих местах, даже ликовали и пели песни на стадионе. Нужно сказать, что возле стадиона, возле гостиницы «Шахтер Плаза», где мы сейчас находимся, болельщиков не было. Но все-таки одна компания, которая болеет за сборную Украины, продолжала ходить здесь и болеть под дождем. Ну что ж, второй тайм уже начался, счет пока 0-0. И если сборная Украины сегодня выиграет у Франции, то она проходит в четвертьфинал. Мы остаемся наблюдать за ситуацией. Студия. Спасибо. Виктория Чистюхина продолжает болеть за украинскую сборную на Донбасс-арене. На Донецкой фан-зоне из-за грозы пострадали три человека. 14-летнего подростка зацепила упавшей веткой. Еще один болельщик поцарапал ногу, а третий фанат также легко поранился. Тем временем непогода не испугала, а наоборот сплотила большую часть болельщиков, собравшихся на фан-зоне. Зрители, которые пришли туда посмотреть на большом экране матч Украина-Франция, переместились, вернее, перебежали под своды старого стадиона «Шахтер», а некоторые фаны с удовольствием стояли под дождем, выкрикивая лозунги в поддержку национальной украинской сборной. Украина! 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 Годка у нас просто супер, но она не мешает тому, чтобы болеть за Украину. Если идет дождь, значит мы обязательно победим. В самую грозу и ливень вместе с болельщиками на фан-зоне оставалась наш корреспондент Юлия Меншакирова. Аппаратуру телекомпании для прямых включений залила, поэтому свои впечатления Юлия передала в записи. Буквально за три минуты до начала матча с погодой произошли внезапные перемены. Начался сильный дождь, потом гроза. В итоге вырубилось электричество, а люди сейчас находят прибежище под крышу, под сводами старого стадиона «Шахтер». Ну надо было принимать какие-то быстрые движения, потому что вы видите какой поток воды, и поэтому надо было открывать второй этаж стадиона, потому что чтобы люди могли хоть куда-то укрыться. Включили центральное электричество, работаем сейчас на генераторе для того, чтобы никакого не получилось утечки тока, чтобы, ну вы видите, какой поток воды, чтобы никого не убило. Гроза в Донецке оказалась на руку луганским рестораторам, ведь клиенты баров и кафе, которые хотели посмотреть матч на большом экране и большой компанией, задержатся. Улицы Луганска опустили, граждане у телевизоров смотрят трансляцию матча «Украина-Франция». В Луганске специальную фан-зону не оборудовали, зато в мини-фан-зоны во время футбола превратились все кафе и летние площадки. Остановка игры из-за дождя болельщиков буквально шарашила, но не расхолодила. Такое состояние, как будто отменили самолет. Игра однозначно состоится, скажу из собственного футбольного опыта, и у Украины будет положительный результат, как минимум ничья. На положительный для Украины результат рассчитывает и любитель футбола Денис Полетаев. Не, вообще наши круто начали, я думаю, это только нашим игрокам будет на руку, потому что они знакомы с украинскими дождями, а как бы соперники не очень. Задержка матча обрадовала только владельцев кафе и летних площадок, поскольку зрители волей-неволей задержались у них подольше. Александр Певтиев, Олег Притыкин, Наталья Трофимова, Телеканал Донбасс.